Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белыш. До встречи в Гааге. СБУ назвала виновных в обстреле Мариуполя в 15-м году и передает дело в Международный суд ООН. Так кто стрелял? Трамп снова говорит, во Франции возмущены очередным скандальным высказыванием американского президента. Что на этот раз? Осторожней с гуманизмом. В Греции судят людей, которые спасали мигрантов в море. Что им грозит? Вечный блокнот и нестираемый карандаш. Украинские школьники удивляют необычными стартапами. Чего еще нам ждать? Стрельба в центре столицы. На Печерске неизвестные выпустили несколько пуль по машине бизнесмена Вадима Бермана. Это произошло возле его дома. Никто не пострадал. Полиция отправила пули на экспертизу. По данным источников издания страна Юэй, инцидент может быть связан с конкуренцией на рынке бензина. Фирма Бермана регулярно выигрывает тендеры на поставку горюче-смазочных материалов нацполиции и госуправления делами. Сейчас следствием вытянуты две основные версии действия преступления преступления. Это преступление преступления с хулиганских спонуканий, а также преступление с метою преимущества к выполнению цивильно-правовых обязанностей. Осколько потерпели ее директором одного из предприятий Украины. Принудительного восстановления в должности требует ранее уволенный глава госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бачковский. Соответствующее заявление он передал сегодня в Министерство юстиции. Об этом сообщил его адвокат. Совсем недавно решение о возвращении его на работу вынес окружной админсуд Киева. Однако ни сегодня, ни ранее Бачковского даже на порог службы не пустили. В МВД, напомню, сообщали, что оспорили это решение в суде. А сегодня глава ведомства Арсеноваков заявил, что Бачковский в должности руководителя ГСЧС работать не будет. Так, как обвиняется по ряду уголовных статей, среди которых получение взятки, это несовместимо с ранее занимаемой им должностью. Наручники на Сергея Бачковского, я напомню, надели прямо на заседании Кабинета министров. Это произошло в марте 2015 года. Самому младшему миллионеру в Украине 7 лет, об этом сообщили в Государственной фискальной службе. По их данным, наибольшее количество миллионеров, более 2000 человек, это люди в возрасте от 45 и старше. Среди тех, кому от 30 до 45, более полутора тысяч миллионеров. До 30, почти 200. А вот самому молодому украинскому богачу, я еще раз напомню, 7 лет, а самому старшему 99. Обстрел Мариуполя 24 января 2015 года, это дело рук кадровых российских военных. Такое заявление сегодня сделал глава СБУ Василий Грицак. По его данным, теракт осуществили два штатных ракетных дивизиона вооруженных сил РФ. С территории России непосредственно руководил операцией генерал-майор Степан Ярощук. А из оккупированного Донецка полковник Александр Цаплюк с позывным Горец. Все переговоры между участниками теракта сегодня обнародовали в ведомстве. Я напомню, что в январе 2015 года жертвами обстрела в Мариуполе стал 31 человек, и еще 117 получили ранения. 11 человек, из которых 7 военнослужбовцы, Збройных сил Российской Федерации, то 4 гражданина Украины, боевики, так званых ЛДНР. У всех их оголошено урошук. Сейчас продолжают эти процедуры. Мы их будем оголошить, естественно, в международный расшук, в том числе за линией Интерпола. Материалы расследования. В ближайшее время будут переданы до Международного суду ООН за позовом Украины о порушении Российской Федерации, Международной конвенции про борьбу с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции про ликвидацию всех форм расовой дискриминации 1965 года. Ситуация на Донбассе обострилась. За минувшие сутки боевики открывали огонь 80 раз. Четыре украинских армейца были ранены. Самая напряженная обстановка в районе Авдеевки, Песок и на подступах к Мариуполю. Противник обстреливает даже наблюдательные пункты ОБСЕ. Об этом подробнее расскажет Игорь Левинок. САУШКИ. На армейском языке это самоходные артиллерийские установки. Бьют снарядами калибром 122 мм. Именно из таких оккупанты обстреляли район Богдановки, недалеко от Мариуполя. Военные собрали несколько килограммов осколков, намерены передачи в ОБСЕ. Говорят, этот обстрел будто плевок в лицо международной миссии. Враг открыл огонь по вышке, на которой расположены камеры наблюдения ОБСЕ. Согласно минских договоренностей, именно на этом участке линии разграничения Богдановка-Петровская должен был произойти отвод тяжелых орудий. Но враг грубо нарушает все соглашения и бьет из запрещенных калибров, несмотря на то, что в этой местности расположено очень много наблюдательных пунктов ОБСЕ. Да, бьет со стороны где-то Петровского от выхода до прилета буквально 5-6 секунд. То есть расстояние минимальное. Но их и в 26 километрах даже не должно быть тяжелой артиллерии. Крупные металловые осколки. И, как видели, это однозначно не мина, мина не пребывает в земледерии. Увеличение количества обстрелов, ежедневные огневые атаки с применением артиллерии и бронетехники, участившиеся удары по мирному населению. Исходя из этого, армейцы не исключают. На Донбассе может начаться новая фаза противостояния. Работают танки у них, савушки работают. Доградов пока не доходит, но все, как говорится, впереди. Но, как бы там ни было, военные уверяют, имеют достаточно сил и средств не только для того, чтобы отразить атаки врага, но и пойти в наступление. Божание однозначно, есть очень большое желание их прогнать. И, как мы научились хорошо воевать, мы научились использовать новейшие зорские оружие, которые нам поступили на оружие. Мы готовы в какой-то момент по приказу выйти на свой кордон. Из Донецкой области Игорь Левенок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности, телеканал Интер. Одной из нападавших на ветерана АТО Дмитрия Вербича сообщили о подозрении по статье «Хулиганство». Накануне 25-летнюю девушку задержали в Харькове. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. И уже в ближайшее время задержанные сберут меру пресечения. Пока правоохранители разыскивают остальных участников этого нападения. Я напомню, на прошлой неделе в Киеве трое мужчин и две девушки напали на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Во время драки его ранили в спину. Следствие установило, что один из членов этой банды, гражданин России, он сбежал из Украины и сейчас скрывается в Польше. Четвертого подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Наема заочно арестовали до 1 июля. Такое решение принял Шевченковский райсуд Киева. После того, как Магомеда Амина Саитова доставят из Азербайджана в Украину, ему изберут другую меру пресечения. По словам адвоката, Саитова задержали азербайджанские правоохранители, но затем отпустили. Заседание суда по избранию меры пресечения в Азербайджане не состоялось. И вот сейчас подозреваемый находится на свободе. Накануне 73-й годовщины победы над нацизмом под Киевом в Новых Петровцах возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Мероприятия, посвященные Дню памяти и примирения, прошли также в музее «Битва за Киев» 43-го. Все подробности в нашем материале. У могилы неизвестного солдата в Новых Петровцах под Киевом собрались ветераны и молодежь. Владимиру Мартыновичу было 14, когда началась Вторая мировая. В 17 он ушел добровольцем на фронт. Те тяжелые дни вспоминает с болью. Потерял многих друзей, не раз рисковал жизнью. Ветеран рассказал, в 44-м люди мечтали только об окончании войны и победе. Я пришел добровольно, добровольно в 17 год захищать наш народ, нашу Украину. Так я себе год приписал. Брали в 18, а мне было 17. И слава Богу им, что мы остались живыми. Все эти годы День Победы отмечали со слезами на глазах, рассказывает бывший солдат. Каждый год он приходит к мемориалу в музее «Битва за Киев» 1943-го. Освобождение столицы Украины во время войны стало проявлением настоящего патриотизма. В той битве погибли сотни тысяч солдат. За Киев сражались не только украинцы, но и грузины, русские, казахи. Важно помнить об этом, говорят ветераны. С ними согласен и лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Накануне 73-й годовщины Победы нардеп возложил цветы к могиле неизвестного солдата. Вот сегодня еще раз увиделись в том, что насколько важно, чтобы память о Великой Отечественной войне сохранилась у людей. Насколько важно напоминать о той трагедии, которую перенесла наша страна. Особенно в течение того, что происходит в стране сегодня, что надо заканчивать, можно быстрее войну, надо заканчивать убийство. И вот эти места, они еще раз показывают, какая страшная была трагедия и как важно не допустить повторения. Лидер оппозиционного блока отметил, попытки власти отменить День Победы и переписать историю Второй Мировой Войны беспокоят ветеранов. 9 мая всегда будет Днем Великой Победы над нацизмом. И эту традицию необходимо сохранить, уверен политик. Это будет образ для людей, которые створили великую перемогу. Потому что люди, которые принимали участие, их не так много и осталось, но они еще есть. Они этого не заслуживают. И вообще общество не заслуживает того, чтобы было пытаться переписать историю. Чтобы будущие поколения помнили о великом подвиге своих дедов и прадедов, Юрий Бойко вместе с ветеранами и школьниками высадил несколько десятков елей. Важно не допустить, чтобы вандалы скверняли или разрушали мемориалы, памятники, могилы, где похоронены неизвестные солдаты, считает Юрий Бойко. Наоборот, их нужно восстанавливать, чем оппозиционеры активно занимаются накануне памятной даты. Нам дороже дадим, чтобы отримать. Юлия Жешко, Наталья Шумакова, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Добиваться справедливых пенсий общими усилиями в Николаве прошел форум пенсионеров-силовиков, представителей профсоюзов и общественных организаций. Глава объединения «Силовик», цель которого пересчет пенсии, Сергей Каплин, призвал ветеранов силовых структур поддержать эту инициативу. «Правительство нас не жалует, обижает, перерасчет пенсии не делает. Бросили последний раз косточку. Мне добавили 800 гривен с копейками. Но это вместо того, чтобы увеличить мою пенсию в три раза». «Мы готовы перекрывать дороги, перекрывать аэропорты. Мы готовы перекрывать, блокировать работу Кабмину, Верховной Ради, Украины. Мы пока не добьемся для всех украинцев нормальной пенсии. И я уже знаю, что с нами шахтарьи, афганцы, чорнобильцы, с нами вчители, с нами лекарь, с нами тих, кто наименьш захищены. Вони зараз наименьш захищены, но завтра, объединавшись, они будут найсильнейшими. Я в день проезжаю по 2-3 области, и мы скрозь творим осередок. На встречу приходят от 300 до 500 тысяч людей. Это невероятно серьезная сила». Пожар на территории арсенала в Балаклее ликвидировали. Об этом сегодня отчитались в Минобороны. Как сообщил пресс-секретарь оперативного пресс-центра Виталий Саранцев, очагов тления и горения уже нет. Последний взрыв зафиксировали в 5 утра. Сейчас на полигоне дежурят военные, пожарные машины спасателей, военная спецтехника, пешие патрули. Я напомню, 3 мая на так называемой технической территории 65-го арсенала стали раздаваться взрывы. Людей, которые живут рядом с полигоном, эвакуировали. Мощные взрывы были слышны весь день, но за пределы арсенала осколки не вылетали, и никто не пострадал. Скандал в американской разведке. Конгресс впервые после прихода Трампа к власти готовится провалить утверждение топ-чиновника, которого так хочет назначить президент. Причем речь ни много ни мало о главе ЦРУ. Дмитрий Анопченко знает все детали. Это улыбчивая женщина Джина Хаспелл. Уходя из ЦРУ на работу в госдеп, Майк Помпео оставил ее вместо себя руководить разведкой. Мол, большой профессионал, 33 года в этом ведомстве. Хаспелл и Трампу приглянулась. Дескать, наконец-то будет первая в истории женщина во главе Центрального разведуправления. Вот только для ее назначения нужно согласие Конгресса, а там против. В Сенате кандидатуру Хаспелл должны рассмотреть 9 мая. И многие конгрессмены уже сейчас заявили, мол, намерены это голосование провалить. Ведь агентство Associated Press опубликовало серьезное расследование, обвинив чиновницу в причастности к пыткам заключенных. А 100 бывших военных направили законодателям открытое письмо, призывая назначить кого угодно, только не ее. Резонанс такой, что Хаспелл свою кандидатуру решила снять. Вашингтон-Пост выяснила, в конце прошлой недели, приехав в Белый дом, чиновница заявила, лучше не рисковать. Открытые слушания в Конгрессе могут разрушить как ее личную репутацию, так и репутацию разведки в целом. И вернулась к себе в офис. Ошеломленным советникам Трампа и даже его пресс-секретарю пришлось срочно к ней ехать, упрашивать, передумать. И уговоры длились все выходные. Дональд Трамп сегодня даже твит написал. Победу Джинни. Дескать, ее критикуют исключительно за жесткость к террористам. Хотел поддержать, но по сути только хуже сделал. Ведь только еще больше разозлил Конгресс. И сейчас, впервые после прихода новой администрации к власти, возникла ситуация, когда кандидата на высший государственный пост, предложенного Трампом, конгрессмены могут провалить из принципа. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Американскому президенту удалось одним выступлением разозлить сразу две страны, Францию и Великобританию. И если Париж поспешил отреагировать на заявление Трампа, то Лондон до сих пор молчит. Что возмутило европейцев и почему Британия не осмеливается критиковать хозяина Белого дома, знает Светлана Чернецкая, наш Сапкор в Лондоне. Позорно, некомпетентно, неприлично. Париж не скупится на эпитеты, говоря о выступлении Дональда Трампа. Возмущение французов вызвало то, как американский лидер оправдывал законы США о ношении оружия. В качестве примера Трамп назвал парижский теракт 2015 года. Если бы хоть у одного человека в этом зале, будь то работник или посетитель, было оружие, террорист или убежал бы, или его застрелили, это была бы совсем другая история. Не правда ли? Во Франции весьма жесткое оружейное законодательство, и слова Трампа здесь восприняли как вмешательство во внутренние дела страны. Заявление американского президента раскритиковал не только МИД, но и многие политики. Среди них бывший лидер страны Франсуао Ланд и экс-премьер Мануэль Вальс. Эти слова шокирующие и недостойные президента сильнейшей страны в мире, президента страны, которая является партнером и другом Франции. Мы же не комментируем массовые убийства, которые регулярно происходят в Соединенных Штатах. Я думаю, что Трампу стоит извиниться. Отдельно в своем выступлении Трамп вспомнил Лондон, дескать, в британской столице. Больницы превратились в военные зоны из-за нападений с ножом. Тем самым подчеркивая, что разрешение на ношение огнестрельного оружия могло бы изменить криминогенную ситуацию в этой стране. Британские политики и даже врачи поспешили опровергнуть слова Трампа. Мол, огнестрельные ранения вдвое смертельнее, чем ножевые. И предположение американского президента смехотворно. Вот только правительство Британии до сих пор молчит. Там решили проигнорировать заявление Трампа. Не хотят ссориться накануне его визита в страну. Приезд американского президента и так уже несколько раз переносили. А в предвкушении разрыва с Европой. Лондону очень важно сохранить хорошие отношения со Штатами. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. На голодном пайке уже 4 месяца сотрудники Львовского протезного завода не получают зарплату. Более того, предприятие отказалось от одного из самых важных направлений изготовления инвалидных колясок. И это при том, что спрос на продукцию колоссальный. В чем причина, знает Галина Якушко. Василий каждый год проходит лечение в реабилитационном отделении Львовского протезного завода. Ремонтирует протезы. У мужчины нет обеих ног. На целую Украину лишился один протезный, который выготовляет протезы с дерева и протезы с шкири. По старой технологии. У меня я ходу на деревянных протезах, потому что мне ортокрилл не подходит так, как он вызывает мне аллергию. Таких, как Василий, здесь около 20 пациентов. Завод не только ремонтирует протезы, но и производит новые. Здесь работают медики и реабилитологи. Они помогают пациентам научиться снова ходить. Но персоналу не платят зарплату уже 4 месяца. Некоторые отчаиваются и увольняются. За это время завод потерял треть узкоспециализированных специалистов. Двое детей до школы нужно что-то дать готовить. Дети не скажут, что им 4 месяца зарплаты не получают. Более того, предприятию пришлось закрыть один из важных цехов – изготовление инвалидных колясок. На его содержание не хватает средств, говорят областные чиновники. Временно исполняющий обязанности директора завода так объясняет ситуацию. Министерство соцполитики, на балансе которого находится завод, долгое время не утверждало процедуру заключения трехсторонних договоров между людьми с инвалидностью, местным управлением соцзащиты и заводом. Поэтому возникла задержка с финансированием. Я делаю спроби, чтобы мы дали кредит, но у банков есть свои аналитики и другие, и нам они не обещали сначала, а потом так не дали. Я еду сейчас в администрацию, там же будет начать вкладывание договоров, и это все погасится. Мы надеемся, что не завершаем нового порядка, потому что будет погашено, заборгованность за вырубленные предстои, которые вкладывают на 10 миллионов гривен, а с другой стороны, что, соответственно, нового порядка, завод может вырабатывать любые свои вырубки и конкурировать на этом рынке. Когда работники протестного завода получат заработанные деньги? С этим вопросом мы обратились в Министерство социальной политики и даже звонили министру Андрею Реве лично. Но ответа пока не получили. Глина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Левов. Отказался от иска бывший адвокат Сергей Гартинген больше не хочет судиться с телеканалом Интер и героиней нашего сюжета Тамарой Панченко. Я напомню, после серии наших материалов о квартирных мошенниках в Черкассах, фигурантом которых, собственно, и был Гартингер, он решил подать иск о защите чести, поскольку якобы журналисты его оклеветали. Слушания тянулись почти год, но ни на одно из заседаний Гартингер так и не явился. За это время его успели лишить адвокатской лицензии. Героиня нашего сюжета смогла через суд вернуть квартиру, которую Гартингер с подельниками отнял у ее свекрови. А сегодня экс-адвокаты вовсе подал ходатайство оставить иск без рассмотрения. Это совершенно предсказуемый результат. Только что суд своим определением оставил без рассмотрения иск господина Гартингера о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ввести должность уполномоченного по правам людей с инвалидностью призывает местные власти премьер Владимир Гройсман. По его словам, каждый проект строительства переходов, остановок и пандусов должен проходить аудит так как социальных служб, так и общественности. Прежде всего организации людей с инвалидностью. Кроме этого, Гройсман напомнил, что Украина взяла на себя обязательства перед профильным комитетом ООН. И до 2020 года должна реализовать все его рекомендации. В программах регионального развития, в программах фонда регионального развития, в программах реконструкции и модернизации я считаю, что было бы очень корисным, как бы в уряде, так и в областных администрациях были уповноважены люди, так и в местном самоврядувании были уповноважены люди. Никто так не понимает, как люди, которые имеют эти потребности. Мы очень часто связываемся с тем, что пандус делают для галочки, вот так, как они себе думают, что не должны быть пандусы. Очень часто это просто несколько дощек или металлические рейки, которые кинутся где-то там, бля схода. Только немногие здания в Черновцах оборудованы пандусами. Чтобы изменить ситуацию, общественные активисты и чиновники провели рейд. Первая летняя площадка и сразу нарушение. Владелец о пандусе вообще забыл. Почему у вас нет пандуса? Не успели сделать. Вот есть, вечером был готов. В этом кафе быстрого питания пандус есть, но пользоваться им невозможно. То есть, можно где-то отривание после. Да. Да. Приехала. Все? Да. А здесь пандус слишком узкий для коляски. Во время рейда нарушения обнаружили едва ли не во всех заведениях. В городской инспекции по благоустройству возмущены таким равнодушием предпринимателей и предлагают летние террасы вообще запретить. Уже давно нужно понять, что черневцы – это Европа, а в европейских местах уже давно не делают так называемые халабуды, а ставят столики, парасольки и на вечер это забирают, для того, чтобы можно было прибрать в улицу. Но пока летние террасы продолжают работать. Их владельцев местные власти обязали устранить нарушения и намерены провести повторную проверку. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы. В школу по прописке Министерство юстиции утвердило новый порядок зачисления первоклашек. Теперь все будет подчинено территориальному принципу. Заявку в учебное заведение можно подать не позднее 31 мая или уже после 15 июня. К ней нужно приложить документ, подтверждающий место жительства ребенка или одного из родителей. Выбирать можно будет несколько школ и в первую очередь будут зачислять детей, которые проживают рядом с этим учебным заведением, причем до 1 июня. Если места останутся, будут брать остальных. Также школьное руководство может провести жеребьевку. Нововведение вступит в действие уже с завтрашнего дня. Вечный блокнот и карандаш. Это стартап украинских школьников. Блокнот не впитывает воду, а страницы его невозможно разорвать вручную. При этом стереть записи можно обычным антисептиком. Карандаш из-за предателей сделали из сплава пяти металлов. Они утверждают, что его невозможно сточить. Идея эта пришла ребятам после того, как они узнали, что во время Второй мировой войны солдаты писали свинцовыми пулями. В гараже производили карандаш. Да, правда. Мы покупали металл. Сначала все в гараже плавили, выливали, нашли гараж у друга. Сначала мы тратили свои карманные деньги для этого проекта. Покупали материалы. То есть, на самом деле, произвести блокнот и карандаш, это не такие огромные деньги. И нам хватало своих средств. Но потом мы начали развивать проект. И мы начали сотрудничать с акселератором украинским концептором. Бельгия отозвала гражданство у более чем ста иностранцев. Таковы результаты действия новой поправки в законодательстве этой страны. Кого и почему отправили на родину, знает Елена Абрамович. Родиться в Бельгии и достичь тут совершеннолетия больше не гарантия гражданства в этой стране. Всех, кто улечен в криминале, власти имеют право выдворить. Эта поправка появилась в бельгийском законодательстве год назад. И ввели ее не просто так, отчитывается в миграционной службе Бельгии. За год удалось отозвать право на проживание 112 человек на основании нового законодательства. Все они с длинным списком преступлений. Начиная от изнасилования до вооруженного разбоя терроризма. Ленивые и опасные для общества лица не имеют права на еще один шанс реинтеграции в наше общество. Изменения в закон были необходимы стране, объяснили власти. Ведь именно Бельгия является окончательной точкой миграции большинства террористов. Пересмотреть правила заставили теракты в Брюсселе 2016-го. Еще одно из недавних нововведений – перекрытие финансирования крупнейшей в стране мусульманской мечети. В марте этого года Бельгия запретила многолетнему спонсору Саудовской Аравии перечислять сюда деньги. Эта великая мечеть является одним из элементов обширной системы. В мире насчитывается 31 мечеть, половина из которых расположена в Европе. Для Саудовской Аравии это глобальная система расширения салафизма. Впервые мы видим решение о ее перекрытии в рамках одной страны. Пытались бельгийские власти также выслать из страны главного имама, но ему удалось оспорить это решение в суде. Напомню, именно в Бельгии проживали организаторы терактов Парижа в 2015-м году. Через несколько месяцев после этого из-за опасений быть задержанными одна из группировок устроила взрывы в аэропорту и метро Брюсселя. Из Брюсселя Елена Брамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. В Греции стартовал судебный процесс, который юристы уже прозвали сюрреалистичным. В нелегальной транспортировке беженцев обвиняют людей, которые их спасли. Татьяна Лагунова знает подробности. На скамье подсудимых трое спасателей из испанского города Севилья. Несколько лет назад, в самый разгар миграционного кризиса, они взяли отпуск за свой счет и отправились в Грецию, чтобы помочь местной береговой охране спасать беженцев, которые пытались попасть в Европу по Средиземному морю. Испанцы сообщили о своем прибытии властям Греции, зарегистрировались и приступили к работе. А спустя несколько недель на них надели наручники. Когда нас арестовали, на нашем судне вообще не было беженцев. Мы отправились в спасательную операцию ночью. Было очень холодно, но мы не нашли ту шлюпку, которую искали. Власти Греции обвиняют испанцев в нелегальной перевозке беженцев. Максимальное наказание – 10 лет тюрьмы. То есть такое же, как и для нелегальных перевозчиков, которые за большие деньги переправляют беженцев в Европу на надувных шлюпках и прохудившихся лодках. Мы делали то же самое, что и, например, после землетрясения. Мы спасали людей. Только в этом случае мы помогали тем, кто был в море и пытался добраться до берегов Европы. Этот процесс – не единичный случай. По данным гуманитарных организаций, подобные обвинения предъявлены десяткам спасателей из разных европейских стран. Во всех случаях органы юстиции тоже не увидели разницы между спасением беженцев и их нелегальной перевозкой. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». В России прошла инаугурация Владимира Путина, который в четвертый раз стал президентом РФ. На выборах 18 марта, по данным Центра избиркома, за него проголосовали почти 77% избирателей. Церемония инаугурации прошла по традиционному сценарию – в Большом Кремлевском дворце. Это уже четвертый президентский срок Владимира Путина. В новый он входит с тем же премьер-министром. Он предложил вновь назначить Дмитрия Медведева главой правительства. Завтра Госдума должна утвердить его кандидатуру. В своей инаугурационной речи он озвучил стратегические цели развития Российской Федерации на период до 2024 года. Какие новые указатели появились в Иерусалиме? Изменилось ли отношение американцев к Фейсбуку после скандала с утечкой данных? И зачем две сотни человек повисли над трассой в Сан-Пауло? Обо всем этом прямо сейчас. В Иерусалиме появились указатели с надписью «Посольство США». Таблички с надписями на английском, арабском и иврите установили возле американского консульства, которое через неделю переименуют в посольство. Решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим президент США принял в декабре прошлого года. Таким образом, США, несмотря на резолюцию ООН, признали Иерусалим столицей Израиля. Скандал с Кембридж-аналитика не повлиял на пользователей Фейсбука в США. Таковы данные исследования агентства Рейтер и компании Ипсос. Половина респондентов использует соцсеть, как и раньше. Четверть чаще. Столько же реже или вовсе удалили аккаунт. В марте нынешнего года газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что во время предвыборной кампании Дональда Трампа Кембридж-аналитика незаконно получила данные 87 миллионов пользователей Фейсбука. Стал мэром, береги лицо. Главе немецкого Фрайбурга Мартину Горну во время празднования победы на выборах сломали нос и выбили зуб. Поздравить нового градоначальника пришли несколько сотен человек. В это время 54-летний мужчина подошел к политику, якобы сделать селфи, а сам ударил его по лицу. Нападающего задержали. По словам полиции, злоумышленник психически болен. Живая мозаика бразильского флага. В Сан-Паулу 176 мельчаков на тросах повисли на мосту над оживленной трассой. Каждый с квадратным полотном в руках и сформировали национальное знамя. Таким образом, участники акции решили поддержать бразильскую футбольную сборную перед чемпионатом мира по футболу. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин